Первый в списке рабочего визита вице-премьера Беларуси – Бобруйска-Громаш. Экскурсию по сельхозпредприятию Юрию Назарову проводит генеральный директор. У руля промгиганта Надежда Лазаревич второй год, и компании уже есть чем гордиться. Мы превосли в прошлом году почти на 90% по Казахстану. У нас хорошие контракты, около 5 миллионов долларов. Мы планируем отгрузить в этом году на Казахстан. Там идут 145-я пресса, прицепы и косилки. В 2019-м объемы производства сельхозтехники умножились здесь в два раза. Увеличился экспорт, подросла и зарплата сотрудников. За апрель уже заветная тысяча. Границы закрыты. Переговоры с той же Африкой вовсю ведутся. Подтвердился заказ с Мадагаскаром. Увеличиваются поставки в Сербию. Производственный потенциал Бобруйска-Громаш представил вице-премьеру на выставке. Ему надо поворотное дыши. Раз. Второе. Надо, как ставил Коробкин, белящее колесо, чтобы оно проходимое было. Он даже на хорошее, так белящее колесо сам и трактор выталкивает. Косилки и пресс-подборщики грабли с лейблом сделаны в Бобруйске, популярны в Швеции, Финляндии и Эстонии. Портфель заказов впечатляет. Мы 2020 год видим, в принципе, выполнение всех комплексных показателей, которые нам доведены Министерством промышленности, а также областью. Видим выполнение и в части экспорта, несмотря на пандемию в 2020 году. Также мы видим, что мы выполним показатели по заработной плате и по объему производства техники. Вот они, три завода базовых. И здесь вышли? Один, второй, третий. А здесь механический завод еще есть. Ну и там блоки вспомогательных всех производств, склады и так далее. Еще одна цель визита Юрия Назарова в Бобруйск – посещение Белшины. Генеральный директор Андрей Бунаков докладывает вице-премьеру, как видит развитие городообразующего предприятия. Принята программа на 2020-2023 год по новым моделям шин. Должны поставить в этом году 29 моделей. Крупнейший производитель страны сегодня изготавливает более 300 типоразмеров шин для грузовых и строительно-дорожных машин, автобусов, тракторов и большегрузов. Основные потребители – Амкадор, МТЗ, КАМАЗ, ГУМСЕЛЬМАШ. Эту гигантскую шину выпускают за 22 часа. Львиная часть времени уходит на вулканизацию. Эти колеса выпускают специально для БелАЗа. Материал для мебели – одежда и галантереи. Вице-премьеру представили мощности кожевиного комбината. География поставок – десятки стран. Особый спрос здесь на так называемые полуфабрикаты и готовые изделия. По цехам завода Юрий Назаров прошелся вместе с главой БелЛИКПРОМа. Несмотря на непростые условия, которые создал COVID-19, предприятия города и дальше продолжают работать над поставками бобруйских брендов. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.